Краса полиции Ямала. Теперь этот титул носит сотрудник городского отдела МВД Олеся Токарева. Накануне в Салихарде состоялся конкурс среди женщин в погонах. 11 участниц выясняли, кому же достанется корона победителя. Помимо нормативов по боевой физподготовке, конкурсанты проявляли себя и с творческой стороны. С коронованным старшим лейтенантом пообщалась наша съемочная группа. Поздравляем! Спасибо! О том, что их коллега победила в окружном конкурсе, уже с утра знали все сотрудники полиции. Впрочем, они и не сомневались в успехе старшего лейтенанта. Волевая и целеустремленная Олеся Токарева уверенно шла к победе. В ее семье все в погонах, и родители, и дедушка. Поэтому и она с детства приучена и к строевой подготовке, и к стрельбе из пистолета. Оружие держит так же уверенно, как ручку или карандаш. Два попадания в десятку, два в семерку. Точно такой же результат она показала и на соревнованиях, сразу став лучше в стрельбе из табельного оружия. Полоса препятствий, тесты на знания правовых вопросов тоже не составили труда. Преодолеть себя и выйти на сцену. Это было самое тяжелое. Потому что на сцене ранее я не была. И вот это самое было, когда на тебя смотрят. Сейчас, когда корона победителя уже приехала с Олесей в Новый Рингой, девушка с улыбкой вспоминает все конкурсные испытания, видеопрезентацию, дефиле. А тогда, признается, очень волновалась. Особенно, когда жюри начали объявлять победителей. Пригласили нас на сцену для награждения. Начали объявлять сначала по номинациям. И когда остаются уже две девушки, одна старший лейтенант внутренней службы, я старший лейтенант полиции, и называют первой вице-мист старший лейтенант внутренней службы. И тогда я понимаю, что первая это я. У меня слезы наворачиваются на глазах. Это непередаваемые эмоции. И понимаешь, что все, я победила, я, значит, лучшая. Напрасно многие полагают, что служба в полиции дело сугубо мужское. Сегодня покойного рингойцев охраняют более ста женщин в погонах. Должности, которые они занимают, очень различные. Начиная от простых сержантских, то есть сотрудников строевых подразделений, патрульно-постовой службы, ДПС, ну и заканчивая, скажем, серьезными руководящими должностями. У нас очень много женщин занимают должности руководителей подразделений и несут службу наравне с мужчинами. Завоеванный титул Олеся сохранит в течение года. По правилам конкурса победитель не сможет больше участвовать в подобном состязании. Зато сможет помочь подготовить себе смену. Девушка уверена, многие ее коллеги также достойны носить корону. Иван Фролов, Людмила Завгородняя, Артур Цвилюк, служба новостей, «Импульс».